Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 17 мая Харбин старый и новый Старый в семи верстах, а новый пред глазами Впечатление ошеломляющее Три-четыре года тому назад здесь была пустыня Теперь это город Американский город, выстроенный по мановению волшебного жезла И какой город, какие постройки И на всем отпечаток одной строительной руки Красные кирпичные здания Светлые металлические крыши Это придает всему городу однообразный, казенный и скучный тон Говорят, в дальнем удалось избегнуть этого Но там размах еще шире Таких зданий свыше тысячи Глядя на этот город, кто-то говорит Разве можно эти десятки, сотни, миллионов отдать назад? Кто-то вспоминает слова Лихунчанга Не мешайте русским строить Вспоминают о центре Центр, центр, говорит один Ведь уже выяснен геометрический центр тяжести Томск А это, правда же, не так далеко Во всяком случае Замечает Михаил Александрович Стахович Настолько далеко, что заседаний о центре здесь не устроишь А сестры ждут Он уходит, и мы едем в город И старый город, и новый грязные Там, где мостовые, еще хуже Без мостовых ухабы мягкие А на мостовых громадные камни вывалились из своих постелей И в результате проезд несносный Извозчики парные Дрожки, коренник и пристяжка Извозчики все русские Ну что ж, хорошо тут? Чего хорошего? Чужая сторона Только и дожидайся, что как барана прирежут Тогда зачем живешь здесь? Копейку достать можно Я сам питерский Тоже извозчиком был Там 4 рубля, если выездишь То и кричи ура А здесь и 7 рублей в день не заработок Ячменем кормите? Ячменем Почем? 65 Ну что ж, совсем хорошо Хорошо, да не очень Вот эта пастромка в России 2-3 рубля А здесь 6-7 рублей отдай И все так Квартира А и квартира какая? Чулан 30 рублей в месяц А хлеб почем? Булками покупаем 12 копеек Фунта 2,5 будет Белый? Белый Ну а с китайцами как вы живете? Что с китайцами? Победят наши, мы веселые Японцы? Китайцы веселые Масса извозчиков Едут военные, сестры, масса штатских Сколько вас извозчиков? 580 с хвостиком Куда же это все едут? Куда? На пристань, в сады, в театры, цирк Весело живут А что не жить? Другому может и жить-то осталось Что только здесь поживет Театры, цирки, кафе-шантаны, рестораны и извозчики работают прекрасно Все это низкопробное, балаганное Но цены громадные Первый ряд 5 рублей 50 копеек Театр битком набит Выбор пьес невозможный Ни в одном народном театре не видел я таких бездарных и устарелых пьес патриотического содержания И с таким плохим исполнением Рука Всевышнего Отечества спасла Это вещь недосягаемая в сравнении с тем, чем угостили нас в Харбине Барон Бромбеус и тот бросил бы под стол эту пьесу в свое время Сказав обычное Ванька, это твоя литература Это даже не 50-х, а каких-то 20-х годов литература Даже и без хитростного райка она не удовлетворила Актеры еще кричали «Ура!» На слова какой-то девы, которая жаждет повторения Севастополя И новой славы нашим морякам на море и на суше А публика спешит в так называемый городской сад Использовать свой антракт курением, выпивкой Осмотром накрашенных дам в сомнительных по свежести и моде костюмах Следующая пьеса «Овечки» И из эпохи 40-х годов мы переносимся к турецкой кампании 1877 года Кишинев, Бухарест, Адрианополь, Бургас Тот же тыл армии, те же кафе Шантаны, женщины и разгулы Но масштаб другой Там денег было больше, больше блеску Здесь тускло, балаганно Овечки, несмотря на овечьи голоса и ужасную музыку И несмотря на невозможное исполнение Слушаются публикой в засос В особенности в тех сценах, где действие происходит ночью В спальнях женского пансиона Даже та доля сатиры, лицемерия воспитателей Которая имеется в этой пьеске В таком исполнении исчезает Царит сплошная пошлость И всякая новая вставка в этом направлении энергично поощряется Дорогой мой, объясняет кому-то Сергей Иванович Выпьем же, выпьем Я похож на человека, который 25 лет спал И вот я проснулся И это мои первые движения Я потягиваюсь Я жадно вдыхаю в себя этот свежий воздух Только уйдем немного от этого окна Потому что тут довольно мерзко Этот чад из кухни Я не люблю, дорогой мой, этот чад Но, конечно, если надо, я полюблю и его Мы возвращаемся на вокзал И я отдаю себе отчет пережитого дня Слышали новые подробности О вчерашней стычке с хунхузами Но это были не хунхузы А какое-то небольшое племя Весной перекочевывавшее с семьями и с котом на запад Толпа и ружья ввели в заблуждение охранную стражу Между прочим, убиты две женщины Те трое хунхузов, которых мы видели Весьма возможно, что тоже отставшие из этого племени Но их взяли, потому что они были с ружьями Слышали еще один грустный эпизод Из последних преследований хунхузов Тоже по ошибке подстрелили в степи Монголку Пуля разбила ей коленную чашечку Отряд был небольшой, надо было продолжать преследование Ей сделали перевязку, положили около них кусок хлеба И ушли Через несколько дней разведчик другого отряда нашей стражи Увидев выглядывавшую голову Принял ее за хунхузскую, выстрелил И наповал убил эту монголку Рана уже загнила Хлеб так и лежал возле нея нетронутым Слухов и сплетен очень много Два течения резко обозначаются Одно за наступление, другое против За наступление немногие И не из состава войска Но говорят они уверенно и с большим задором Вы говорите, что надо 500 тысяч этим летом, чтобы война была победоносная? И это будет военное искусство? Тогда и этот парикмахер победит Говорящий показывает настрягущего его парикмахера Кажется, несомненный факт из всего слышанного Что японцы, оставив в Финхуанчене заслон в 30 тысяч Направили свои войска на Ляодун к порт Артуру Эта перемена вызвала соответственную перемену В распределении войск и с нашей стороны Мы опять и еще и еще укрепляем Ляоян На распространившийся слух, что Кинчжоу взят Распространяется встречный слух, что на выручку из Ляояна пошел корпус Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok